У нас нет документов. Мы вызвали сотрудников полиции, может быть, в службе, затотаж, что-то может быть. Да, потому что это движимое имущество. Это мое произведение искусства, вы не имеете правила трогать. Ненормально вообще? Вызывай полицию, видите, полицию с этой дорогой. Хрен они куда уйдут, это мои вещи. Не любите, пожалуйста. Это мои вещи. Они пойдут на территорию. Никуда они не пойдут. Какое вы право имеете забирать мои вещи? Все по закону. Какого закону? Все по дописи. Приветствую самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на YouTube вокруг Крыма. Роднулькина, сегодня у нас 10 апреля. Время 9 часов 32 минуты. Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24 на 7. Viber, WhatsApp, Telegram. С нами надежно и комфортно. И мы приехали с вами на Бугас. Появилось времечко, посмотрите. Бугас – это пляж, который за Меганомом находится. Именно тот пляж, где находится вот этот вот корабль «Повелитель морей». Возможно, вы его видите уже в последний раз, потому что вроде бы его вот-вот должны начать сносить. Как бы сказать, такая своего рода достопримечательность. Но не могу точно вам сказать, когда его именно снесут. Но решение принято. Да, немножечко косяков в нем есть. Косяки именно в том плане, что не совсем законно он построен на этой земле. Потому что Виктор Скалета, как я это понимаю, изначально начал самовольно строить его без всяких разрешительных на то документов. Суды все проиграл, решение вынесено. Глава Крыма вынес свое заключительное решение снести до июня месяца вроде бы. Там он какой-то стенд стоит, но мы с вами посмотрим. И мы сегодня с шерстяным Кобелиной. Кобелина шерстяной. Кобелина. 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 Поприветствуйся с подписчиками. Кобелина. Кобелина. Ладно. Родулька не хочет. Сейчас подойдем поближе. Яду. Вот здесь уже все оградили. Овязали ленточками. Его признали небезопасным. Этот объект. и как-никак конечно своего рода он привлекал туристов здесь виктор квеста какие-то делал проводил что-то интересное было вот правило пользователя по посещение арт-объекта повелитель морей ну видите здравствуйте виктор чудом говорят сносить должны или что ну администрация просто видимо не разбирается в законах не знаю что такое должностной подлог потому что постановление вынесено на объект капитального строения выделены из бюджета четыре с половиной миллиона это вот я по новостям слышал ты приехал да потому что там даю не меня есть судебная экспертиза что это не объект капитального строения что это арт-объект соответственно моя интеллектуальная собственность это движимый объект в администрации нет экспертизы виктора знаете вот я как бы тоже с людьми общался они упираются на то что но все как бы говорят что вы изначально разрешение не взяли администрация не понимаешь и проект ваш хороший как бы да он привлекает приставки уверены вы бы какие-то гранты бы еще получили тем более наше время вынесут постановление на которое соответствует тому что есть тогда его перенесу в другое место но не так что они приехали по факту говорят что мы будем сносить капитальное строение это должностное преступление вы причетку сменили уже не мой не уже не этот как его пират никуля не ругайся я не знаю мы тогда у вас гуляли ну как бы ходили мне понравилось нормально выделить четыре с половиной миллиона из бюджета назначить себя подрядчиками из и за эту сумму сносить декорации виктор но я не могу браться судиться да я судить вот это решение это как бы да сейчас идут суды пока этот суд и подана апелляция это будет суд решать они от меня так вы еще туда не все вы проиграли просто я слышал что вы какие-то суды а смотря на то что была экспертиза судья рыков на основании своего собственного на личного мнения вы не свердик что это капитальное строение соответственно постановление не отменил так он вы нет решения что это капитальное строение у вас не капитально несмотря на то что была судебная экспертиза проведена человек давал под присягой показания что это не капитальное строение судья просто повязан с администрацией поэтому он вынес в их не вот так вот даже на апелляция все расставить на свои места пока идут судебные разбирательства по закону меня не имеют права трогать администрация говорит что им все можно что а до какого аксиона сказал спросить аксионов не говорил сносить нет решения решения правительства крыма были от аксионов просто дал указ что подрядчиком будет коммунхоз ага всего-навсего ну да какого-то числа там до июня какого-то или же не нет это администрация сама назначила себе строки она тут вообще ни при чем он вообще в это дело даже не лезть я говорю администрация просто по карманам распихала четыре с половиной миллиона из бюджета а теперь не знает что делать я понял виктор понял ну дело слишком резонансная но резонансная потому что все новости гудят у вас там я смотрю эти самые какие-то я не доброжелатели но мы с ними не это самое никогда желатели повязаны с администрации даже подсевалов у них группе состоит они пишут жалобы из этой группы ага деньги из меня якобы под под там каким-то долгом вымогали миллион рублей я понял при при приезжала женщина из суда говорят если то есть дашь миллион рублей снос мы типа остановим офигеть что администрация в этом замешана только для того чтобы остановить сноса на следующий год опять новый снос офигеть серьезно все доказательства у меня есть да виктор серьезно взяли разбирательство то есть по-хорошему пытались ними договориться ну вот они так вот действует еще сказали что они имеют право вывести всю атрибутику костюм из корабля на какой-то склад но это же вашего насколько я знаю да они тоже не имеют права этого делать поэтому администрация действует как бандиты я понял короче видите вот две стороны у администрации своя версия у виктора своя и конечно они не найдут общий знаменатель это как бы дить детища виктора да он тут вложил свою душу у меня есть доказательства что это не капитальное строение в администрации нету доказательства это капитальное строение только с их слов они решили значит мы будем сносить выделили деньги из бюджета четыре с половиной миллиона это ненормально этим вопросом в ближайшее время будут заниматься капитетные органы я понял смотрите я смотрю вас кафешки какие-то здесь появились летние да да но если не будет корабля здесь ну конечно ничего не в этом году в связи со слухами что будет сносно даже пляж никто не берет в аренду а его брали в аренду до последние три года брали человек который брал землю по в аренду под кафешку ему обещали что корабль не тронут я думаю тоже будет сильно удивлен ну да неприятно конечно то что ребяту такие вот как бы дела не знаю будем следить за новостями за событиями но я не знаю последние это кадры не последние доказательства сейчас они приедут сотрудниками полиции а че туда приедет сюда сейчас приедет администрация приедет полиция ну я же говорю они собираются вывести с корабля все мои вещи ничего себе как мы попали слушай виктор ребят вы видели как мы попали мы сейчас попали в эпицентр скандала я понял понял сейчас все знаете да сейчас посмотрим только с моих слов предоставлены все доказательства моей правоты но это хорошо не ну как бы объекте не за лично мне он так находится хрен знает где мне он вообще не мешает вот всем нашим зрителям вас вовнутрь запущу да я собака не не хочу да я собака я потому что мы были у вас я если вы разовут как вы там были там вообще вообще я слежу за вами в инстаграме да в инстаграме слежу и людей вижу как они радуются но как они в восторге от всего этого о пушка это считается не стреляем оружием пушка может быть и нет но вдруг вообще от пришли тут это самая незаконно охранять а как это группа же направлял милиция а что за группа и так понимаете какой то у вас кто-то с кем-то вы работали и он начал против вас потом работать да тут была одна женщина но она всегда трубит что она палку что у нее связи в администрации вот но действительно у нее тут модельная какая-то школа судаке а что за женщина добыла здесь ну модельная школа судаке кто-то накрыла для маленьких детей а это так я понял ни о чем на самом я понял я понял так ладенько тогда хочу в telegram выложить ролик на наш канал и как не могу потому что нет здесь интернета нормального ролик не грузится видео что уже 1008 ждем когда кто-то должен приехать потихоньку там уже приезжают представители администрации виктор здесь со своей группой поддержки мы с вами держим нейтралитет мы не лезем не берем не ту сторону не ту сторону администрация считает что они все делают по закону виктор считает что противозакона мы не можем поддерживать ни одну ни вторую сторону пока это в этом деле не поставит точку суд высший орган что он хотел еще сказать ждем говорят должен приехать какие-то бригады что-то будут ну ломать вроде бы пока его еще не будут но там собираются вывозить весь как бы ну инвентарь есть и куда-то на склад отправлять мы посмотрим будем наблюдать буду вам показывать наблюдать показывать и что хочу тогда я не знаю честно ну как по мне но корабль не мешает никому может все таки кому-то и начал мешать так мобильную связь не нашел к говорил будем тогда уже когда выйдем отправлю видеоролик и по поводу очень много вопросов задают по поводу последнего нашего ролика в краснодаре что мы там ипотеку рекламируем мы поехали в краснодар ребят и проконсультировались по поводу ипотеки посмотрели там некоторые варианты и с ложкой будем это все дело обдумывать возможно будем брать ипотеку покупать недвижимость квартиру михаленко может быть порекомендуем на своем опыте как все пройдет ну короче посмотрим все как будет так что если вы хотите себе приобрести в ипотеку квартирку реально крутые классные ребята команда у них там и юристы и все-все-все и они вам уже подскажут расскажут ссылочка будет на их сайт нашем закрепленном комментарии и в описании к видеоролику заходите оставляйте заявок они вам перезвонят все вопросы уточните самое главное что это очень надежные ребята нам очень повезло мы тоже по рекомендациям к ним попали и они просто мега ответственные мега крутые мега знающие очень много лет на этом рынке знают все нюансы краснодарского рынка недвижимости все нюансы у какого застройщика брать где брать как какая планировка должна быть и так далее и тому подобное так что имейте это ввиду чисто рекомендация для вас какая-то приехала чита рекомендация для вас а там уже поживем все короче ребят я уже забыл что хотел сказать короче в описании к видеоролику закрепленном комментарии будет ссылочка на ресурс ипотека там очень низкие ставки кстати у них да но достаточно то есть все выгодные самые выгодные условия так что имейте ввиду без всяких без кидалова без всякого обмана тем более сейчас кинуть наше время невозможно так парус приехал инвестиции о парус так ребята увидел паспорт объекта уже о сносе повелителя морей написано что вот решение объект самовольно выстроенный объект капитального строительства а уже спор идет что типа не капитального строительства но не знаю сейчас будут решать кто прав кто виноват все же а что пропустили ребята подъехали стою когда переоденутся вот мы сейчас разбирались кто а кто такой покажу экспертизу что это не капитально как это не является официальным документом судом экспертиза проведенная объект который здесь находится является объектом движимого имущества самовольными строениями по 222 статей на которой ссылается в постановление на снос администрации ну да у вас есть экспертиза доказывающая что это движимое имущество да я понял это не только не капитальное строение это еще именно арт-объект это интеллектуальная собственность у виктора есть зарегистрированные права он является автором этого произведения вот смотрите вот все документы оказывается кроме земля все покажу что подано апелляция апелляция пока идут судебные разбирательства они не имеют права его трогать вообще как бы вроде бы по закону да ну да я понял это когда полиция часа приедет понял понял ну сейчас ребята еще со стороны пройду покажу вам все это возможно будут последние кадры 10 апреля сегодня у нас дикуша оставил машине чтоб он не дай бог вот здесь не дотоптали паша вдруг будут тут качели какие-то качаться да такой красавчик ну как сказать красавчик может быть кому-то он некрасивый кому-то красивый кто-то в нем души не чает но все-таки резонансный объект сейчас звучит на весь крым и не только на весь крым еще и и в новостных всяких ресурсах возможно даже на федеральных каналах здесь уже начинаются трение между сторон со стороны администрации со стороны виктора 2022 года вы мне сказали что в 2018 году мы замечали уведомление под роспись что есть этот документ с его росписью есть хорошо вынесите новое постановление на основе капитального строения самого перевезу трение продолжается так но бригада стопорами сломами выдвинулась кораблю ребята мы как знаете как есть вот военкоры в этих самых есть военкоры здесь не пускают нарушители захода сейчас они будут ломать взламываться я надеюсь драк не будет но если будут конечно это уже короче исторические кадры ребят смотрите исторические кадры подписывайтесь на канал потому что самые интересные ролики самая интересная информация на канале вокруг крыма а девушка а а Я буду приятных, потому что у вас нет документов. Мы вызвали сотрудников полиции. Сколько вы в случае, разобраться, что-то может быть. Ни судьбы, ничего не судьбы. Ситуация нарушается. Мы вызвали сотрудников полиции. Мы вызвали сотрудников полиции. Ситуация нарушается. Нарушается закон. Вы уничтожаете проведение работы. Это ваша движимая имущество. У вас нет права на движимое имущество. У вас нет права на движимое имущество. А, вы подтверждаете, что это движимое имущество. Предъявите документ свой на какое-либо право. Светлана, давайте не будем играть в слова. Экспертиза. Не препятствуйте. Светлана. Первое место. Понимаете, что вы нарушаете закон? Сейчас приедет полиция, правильно? Я жду сотрудника полиции. Вы не отойдете? Вы не отойдете? Вы препятствуете? Я жду сотрудника полиции. Сотрудники погулять. Немножечко брейк. Как в боксе этот называется? Этап. Брейк. Раунд. Первый раунд прошел быстро. Девушка пригородила Светлана дорогу. Подрядчик не смог взломать двери. Они защищают своих. Я понимаю всех. И одну сторону, и вторую сторону. Я не берусь ни на одну сторону, ни на другую. Это уже вам судить. У каждого есть свои аргументы, свои факты. И уже суд, я думаю, вынесет соответствующее решение. Я сам разберусь насчет своих вещей построить. Вы вещи под вописи. Это мои вещи. Ничего. Вы нас транформировали. Предлагали вам ходить с местных. Вы не определились. На мои вещи лапы себе не накладывайте. Вы совсем охренели, что ли. Вещи, вы на этой фонете. Хрен они куда уйдут. Это мои вещи. Вы не любите, пожалуйста. Это мои вещи. Они пойдут на ответ фонете. Никуда они не пойдут. Какое вы право имеете забирать мои вещи? Все под закону. Какого закону? Все под дописи. Судебные приставы и решение суда нужно. Его нет? Обосмене постановления администрации. Чтобы вещи забрать, их нужны приставы. Не нервничайте, не приближайтесь с нами. Постараюсь. Ну что, Роднолькины, прибыла полиция. Скорее всего, участковый просто. И сейчас будут уже страсти-мордасти, качели. Роман, постоит за компанией. Так, сейчас мы приближаемся поближе к объекту. Да. Участковый или кто-то. Ну, кто-то один. Да. Да, один. Да, мы такую солидную с папочкой. Ну, что, ребят, наблюдаем, не вмешиваемся. Самое главное, не вмешиваемся, просто держим нейтралитет и вам все показываю. Все. Представители правопорядка уже на месте. Все, они пошли туда. Сейчас оформят объяснительные, там вызовы, что это тут происходит. Ну, их там не совсем можно снимать. Так, ну, полиция сейчас что-то разбирается здесь. Полиция объясняет закон людям, которые не знакомы с законом Российской Федерации. То есть, они говорят, что закон на вашей стороне. Конечно. Понял. Злостные нарушители закона. Оборотень. Ну, сейчас посмотрим. сейчас полиция реально разбирается, выслушала одну сторону, выслушала вторую сторону, выслушивает. И сейчас будет уже, ну, я не знаю, кто прав, кто виноват, какие документы у кого есть. сейчас будет все решаться по закону. Потому что мы живем в правовом государстве. Так, ну что, полиция все-таки приехала, опросила две стороны. и сноса сегодня точно не будет. Когда будет, буду держать вас в курсе. Но, администрация все равно настаивает на своем. Зикушечка, да, мальчик, сейчас поедем. Администрация настаивает на своем, что есть закон, есть положение, есть распоряжение. И все же будут демонтировать. Ну, посмотрим. Сейчас поедем, сейчас поедем, зикушечка, сейчас мы хорошие поедем. Поедем. И будут демонтировать. Ну, посмотрим. Будем следить за событиями. А теперь что? Теперь я с вами прощаюсь. Немножко накалялись в страсте-мордасте, но не накалились. Всех обнял, приподнял, поцеловал. Все. Пока-пока.